Английские прилагательные и наречия страница 55. Особенности употребления некоторых наречий. В современном английском языке существует ряд слов, которые совпадают по написанию с наречиями. Заканчиваются на ли, но при этом являются прилагательными. К таким словам относятся Beastly – отвратительный, Brotherly – братский, Costly – дорогостоящий, Cowardly – трусливый, Deadly – смертельный, Elderly – пожилой, Fatherly – отцовский, Friendly – дружелюбный, Heavenly – небесный, Likely – вероятный, Lively – оживленный, Lonely – одинокий, Lovely – привлекательный, Lowly – скромный, Manly – мужественный, Mustly – мастерский, Motherly – материнский, Neighborly – добрососедский, Neighborly – добрососедский, Oddly – упорядоченный, Scholarly – ученый, Sickly – болезненный, Silly – глупый, Sisterly – сестринский, Timely – своевременный, Ugly – противный, Womanly – женственный, например, Elderly – пожилые люди, Motherly – love – материнская, Любовь, a cowardly act – трусливый поступок, для образования наречий, Соответствующих этим прилагательным, используются конструкции со словами way, manner, fashion, например, In a friendly way – дружелюбно, In a timely manner – своевременно, In an orderly fashion – регулярно, В английском языке многие наречия не отличаются по форме от соответствующих им прилагательных, Back – назад, задний, Daily – ежедневно, ежедневный, Early – рано, ранний, Far – далеко, далекий, Fast – быстро, быстрый, Inside – внутри, внутренний, Left – налево, левый, Legally – не спеша, не торопливый, Little – мало, маленький, Long – долго, долгий, Monthly – ежемесячно, ежемесячный, Outside – снаружи, внешний, Past – мимо, прошлый, Still – всё ещё спокойный, Straight – прямо, прямой, Upstairs – наверху, находящийся наверху, Weekly – еженедельно, Еженедельный, Well – здоровый, Хорошо – ели, Ежегодно – ежегодный. Такие наречия можно отличить от прилагательных по выполняемой ими функции в предложении. Прилагательные определяют существительные, а наречия – глагол. Прилагательные или другое наречия. Сравните. They arrived too early. Они приехали слишком рано. Early – наречия. They arrived in the early morning. Они приехали ранним утром. Early – прилагательные. I pay my bills monthly. Я оплачу счета ежемесячно. Monthly – наречия. I receive a monthly salary of five hundred dollars. Я получаю ежемесячную зарплату в пятьсот долларов. Monthly – прилагательная. A straight road goes straight from one place to another. Прямая дорога идёт прямо из одного места в другое. Помните, что перечисленные в данном пункте прилагательные и наречия не могут образовывать наречия путём добавления к ним суффикса «ли». Некоторые английские наречия имеют две формы. Одну, совпадающую с прилагательным, без суффикса «ли», и другую, оканчивающуюся на суффикс «ли». При этом наречия с суффиксом «ли» обычно отличаются по значению от наречия без суффикса. Сравните. Close – близко. Deep – глубоко. Fine – отлично. First – впервые сначала. Free – бесплатно. Full – как раз прямо. Hard – усердно. High – высоко. Just – как раз только. Last – в последний раз. Late – поздно. Most – очень весьма. Near – близко. Pretty – вполне. Sharp – точно. Short – резко. Внезапно. Wide – широко. Closely – внимательно. Тесно. Deep – глубоко. Finely – тонко. Прекрасно. Firstly – во-первых. Freely – свободно. Fully – полностью. Hardly – едва. Highly – высоко. Highly – высоко. Justly – справедливо. Lastly – наконец в заключении. Lately – недавно. Mostly – главным образом. Nearly – почти. Prettyly – красиво. Sharply – резко зло. Shortly – вскоре. Widely – везде. Значительно. Например. I could hardly believe my eyes. Я едва мог поверить своим глазам. You have been working too hard lately. Ты работал слишком усердно в последнее время. He got up late and missed his breakfast. Он стал поздно и пропустил завтрак. В некоторых словосочетаниях наречие с суффиксом «ли» не отличается по значению от наречия без суффикса. К таким словосочетаниям относятся. To sell cheap – cheaply – продавать дешево. To speak loud – loudly – говорить громко. To go slow – slowly – не торопиться. To come quick – quickly – быстро прийти. To cost someone dear – dearly – дорого обойтись кому-то. To contact somebody directly – связаться с кем-либо напрямую. Следует помнить, что употребление перечисленных наречий без суффикса «ли» характерно для разговорной речи. В позиции перед глаголом обычно употребляются наречия с «ли». Например, he quickly – нельзя. Quick – ran towards the door. Он быстро побежал к двери. Наречие right – в значении «правильно» употребляется после глагола. Наречие rightly – в значении «правильно» – «справедливо» используется перед глаголом или перед прилагательным. А также в некоторых словосочетаниях. Например, you never do anything right – ты никогда ничего не делаешь правильно. It is rightly said that we are what we eat – правильно говорят, что мы – это то, что мы едим. They are rightly proud of their son. Они справедливо гордятся своим сыном. If I remember rightly, he finished school in 1997. Если я правильно помню, он окончил школу в 1997 году. В разговорной речи вместо «наречий wrongly» неправильно, в позиции после глагола часто употребляется наречия wrong. В позиции перед глаголом или перед причастием используется только наречия wrongly. Сравните. My name is spelled wrong. My name is wrongly spelled. Мое имя неправильно написано. Wrongly также имеет значение «незаслуженно», «ошибочно». Например, he was wrongly accused of theft. Его незаслуженно обвинили в краже. Наречие tight в значении «плотно» употребляется после глагола. Наречие tightly в том же значении ставится перед прилагательным или причастием. Сравните. My suitcase was packed tight. My suitcase was tightly packed. Мой чемодан был плотно упакован. Наречие sound крепко. Употребляется только в выражении. Sound asleep – крепко спящий. В остальных случаях употребляется наречие soundly. Сравните. The baby was sound asleep. The baby slept soundly. Ребенок крепко спал. Некоторые наречия без сувикса ли употребляются только в устойчивых словосочетаниях. Например, take it easy – не волнуйся. Hold tight – держись крепко. He held your clothes – он крепко обнял ее. Stay keep clear of him – держись от него подальше. I always pray fight fear – я всегда веду себя честно. He fell flat on his face – он упал по шмям. Her joke fell flat – ее шутка прозвучала неуместно. Wipe the table clean – вытреть стол начисто. His lips live rough – он спит – живет на улице. Feel free to ask questions – не стесняйтесь задавать вопросы. She stands firm on her principles. Она твердо держится своих принципов. She stands firm on the power of the parameter. She stands firm his best Daniliusi. 팀 and brown sometimes.. Breast Gracias странgili There is a long time, but there's some skills with smellsäter. She stands firm on her principles. You know that my brows wiegi', congratulations! Продолжение следует...